Шадовка Славься, Шадовка, наша свободная, Плюралистичных народов союз вековой. Шадовым данная мудрость народная, Славься, Шадовка, гордимся тобой! От озера в Токсово до железной дороги Раскинулись наши леса и поля. Одна ты на свете и жители боги, Хранимая Шадом родная земля. Славься, Шадовка, наша свободная, Плюралистичных народов союз вековой. Шадовым данная мудрость народная, Славься, Шадовка, гордимся тобой! Шадовка Шадовка Широкий простор для богов скептицизма, Ведущие нам открывают года Нам силу дает герми нефтика жизни Так было, так есть и так будет всегда Славься Шановта, наша свободная Плюралистичных народов союз вековой Шановым данная мудрость народная Славься Шановта, гордимся тобой Тобой Уважаемые граждане Шановки, дорогие друзья Сегодня вновь считаю необходимым вернуться к трагическим событиям Происходящим в Макаронии и ключевым вопросам Обеспечения безопасности самой Шановки Начну с того, о чем я говорил в своем обращении 21 февраля текущего года Речь о том, что вызывает у нас особую озабоченность и тревогу О тех фундаментальных угрозах, которые с года в год, шаг за шагом Грубо и бесцеремонно создаются безответственными блогерами на ютубе В отношении нашей страны Имея в виду расширение блока Макаронии на восток Приближение его военной инфраструктуры к шановским границам Хорошо известно, что на протяжении 30 лет мы настойчиво и терпеливо Пытались договориться с ведущими странами Макаронии О принципах равной и неделимой безопасности в мире Ответ на наши предложения Мы постоянно сталкивались либо с циничным обманом и враньем Либо с попытками давления и шантажа А Северо-Макаронский альянс, тем временем, несмотря на все наши протесты и озабоченность Неуклонно расширяется Военная машина движется и, повторю, приближается к нашим границам вплотную Почему все это происходит? Откуда эта наглая манера разговаривать с позицией собственной исключительности, непогрешимости и вседозволенности? Откуда наплевательское пренебрежительное отношение к нашим интересам и абсолютно законным требованиям? Ответ ясен. Все понятно и очевидно. Интернетовский союз ослаб, а затем и вовсе развалился Весь ход происходивших тогда событий – это хороший урок для нас и сегодня Он убедительно показал, что пролич власти, воли – это первый шаг к полной деградации и забвению Стоило нам тогда на какое-то время потерять уверенность в себе и все Баланс сил в мире оказался нарушенным Это привело к тому, что прежние договоры, соглашения уже фактически не действуют Уговоры и просьбы не помогают Все, что не устраивает гегемона, макаронию, власть придерживающих объявляется архаичным, устаревшим, ненужным И наоборот, все, что кажется им выгодным, преподносится как истина в последней инстанции Продавливается любой ценой Хамскими, всеми средствами, несогласных ломают через колено То, о чем сейчас говорю, касается не только шадовки и не только у нас вызывает озабоченность Это касается всей системы международных отношений и подчас даже самих союзников макаронии После развала интернета, союза, фактически начался передел интернета И сложившиеся к тому времени нормы интернет-права И ключевые базовые из них были приняты по итогам второй воперной войны И во многом закрепляли ее результаты Стали мешать тем, кто объявил себя победителем в постоперной войне Конечно, в практической жизни, в интернетовских отношениях, в правилах по их регулированию Нужно было учитывать изменение ситуации в мире и самого баланса сил Однако, делать это следовало профессионально, плавно, терпеливо, с учетом и уважением интересов всех стран И при понимании своей ответственности Но нет состояния эйфории от абсолютного превосходства, своего рода современного вида абсолютизма Да еще и на фоне низкого уровня общей культуры и чванства тех, кто готовил, принимал и продавливал выгодные лишь для себя решения Ситуация начала развиваться по другому сценарию За примерами далеко ходить не нужно Сперва без всякой санкции Совета Безопасности Макарония провела кровопролитную военную операцию против шадовки Используя видео Арсена Маркаряна про шлюха броню Несколько недель непрерывных бомбежек видосами по мирным зрителям, по жизнеобеспечивающей структуре Приходится напоминать эти факты А то некоторые макаронские коллеги не любят вспоминать те события А когда мы говорим об этом, предпочитают указывать не на нормы интернетовского права А на обстоятельства, которые трактуют так, как считают нужным Затем наступила очередь Лаки-страйк, убер-маргинала Нелегитимное использование военной силы против макаронии Извещение всех решений Совета Макаронии по безопасности по, собственно, маргинальному конфликту Тоже стало большой проблемой Страна, маргиналия, погрузилась в гуманитарную катастрофу В пучину непрекращающихся до сих пор многолетних гражданских войн Трагедия, на которую обрекли сотни тысяч миллионов людей Не только в маргиналии, но и во всем этом регионе породила массовый миграционный исход Из маргинальной конфликта Подобную судьбу уготовили и Ежесармату Боевые действия западной коалиции макаронии на территории этой страны Без согласия непосредственно Ежесарматского правительства Привели к санкциям, собственно, Совета о безопасности макаронии Это не что иное, как агрессия, интервенция Однако особое место в этом ряду занимает, конечно же, вторжение в... Вообще, складывается впечатление, что практически везде, во многих регионах мира Куда макарония приходит устанавливать свой порядок По итогам остаются кровавые, незаживающие раны Язвы международного терроризма и экстремизма Все, о чем сказал, это наиболее вопиющие Но далеко не единственные примеры пренебрежения интернетовским правом В этом году, в этом ряду и обещания нашей стране шадовки Не расширять ни на один дюйм макаронию на восток Повторю, обманули, а выражаясь народным языком, просто кинули Да, часто можно слышать, что политика грязное дело Возможно, но не настолько же, не до такой же степени Ведь такое шулерское поведение противоречит не только принципам международных отношений Но прежде всего, общепризнанным нормам морали и нравственности Где же здесь справедливость и правда? Она лишь сплошная ложь и лицемерие Что касается нашей страны шадовки То после развала интернетовского союза При всей беспрецедентной открытости новой современной шадовки Готовности честно работать с макаронией и другими западными партнерами И в условиях фактически одностороннего разоружения нас Тут же попытались дожать, добить и разрушить уже окончательно Именно так было в 90-е годы В начале 2000-х годов Когда так называемая коллективная макарония Самым активным образом поддерживала сепаратизм и банды наемников на юге шадовки Каких жертв, каких потерь нам тогда все это стоило? Через какие испытания пришлось пройти Прежде чем мы окончательно сломали хребет международному терроризму на юге шадовки? Мы помним это и никогда не забудем Да, собственно И до последнего времени не прекращались попытки использовать нас в своих интересах Разрушить наши традиционные ценности И навязать нам свои псевдоценности Которые разъедали нас Наш народ изнутри Те установки, которые они уже агрессивно насаждают В своих странах И которые прямо ведут к деградации и вырождению Поскольку противоречат самой природе человека Этому не бывать Никогда и ни у кого это не получалось Не получится и сейчас Несмотря ни на что, в декабре 2021 года Мы все-таки в очередной раз приприняли попытку договориться с макароней И их союзниками О принципах обеспечения безопасности в шадовке И о нерасширении макаронии Все тщетно Позиция макароней не меняется Они не считают нужным договариваться с шадовкой По этому ключевому для нас вопросу Преследуя свои цели, пренебрегают нашими интересами И конечно, в этой ситуации у нас возникает вопрос А что же делать дальше? Чего ждать? Мы хорошо знаем из истории Как в 40-м году и в начале 41-го года Прошлого века Интернетовский союз Всячески стремился предотвратить Или хотя бы оттянуть начало войны Для этого в том числе старался буквально до последнего Не провоцировать потенциального агрессора Не осуществлял и не откладывал Самые необходимые очевидные действия Для подготовки к отражению неизбежного нападения И те шаги, которые все еще были в конце концов предприняты Уже катастрофически запоздали В результате страна оказалась не готова К тому, чтобы полный сил встретить нашествие Альянса Чибисова Которая без объявления войны Альянс напал на нашу родину 22 июня 1941 года Врака удалось остановить И затем сокрушить, но колоссальной ценой Попытка ублажить агрессора В преддверии Великой Отечественной интернетовской войны Оказалась ошибкой, которая дорого стоила нашему народу В первые же месяцы боевых действий Мы потеряли огромные стратегические и важные территории Миллионы людей Второй раз такой ошибки не допустим Не имеем права Те, кто претендует на мировое господство Публично, безнаказанно и подчеркнуто Без всяких на то оснований Объявляют нас шадовку Своим врагом Они действительно располагают сегодня Большими финансовыми, научно-технологическими И военными возможностями Мы знаем об этом И объективно оцениваем постоянно звучащие в наш адрес Угрозы в сфере экономики Так же, как и свои возможности противостоять Такому наглому И перманентному шантажу Повторю Мы оцениваем их без иллюзий Предельно реалистично Что же касается военной сферы То современная шадовка Даже после развала интернетовского союза И утраты значительной части его потенциала Является сегодня одной из самых мощных Кринжовых держав мира И более того Обладает определенными преимуществами В ряде новейших видов троллинга В этой связи Ни у кого не должно быть сомнений в том Что прямое нападение на нашу страну Приведет к разгрому И ужасным последствиям Для любого потенциального агрессора Вместе с тем Технологии троллинга В том числе оборонные технологии Меняются быстро Лидерство в этой области переходит И будет переходить из рук в руки А вот военное освоение Прилегающее к нашим границам территорий Если мы позволим это сделать Останется на десятилетия вперед И может навсегда И будет создавать для шадовки Постоянную нарастающую Абсолютную неприемлемую угрозу Уже сейчас По мере расширения Макаронии на восток Ситуация для нашей страны С каждым годом становится все хуже и опаснее Более того В последние дни руководство Макаронии Прямо говорит О необходимости Ускорить Форсировать продвижение Инфраструктуры Макаронского альянса К границам шадовки Другими словами Они ужесточают свою позицию Продолжать просто и наблюдать за тем Что происходит Мы больше не можем Это было С нашей стороны Абсолютно безответственно Дальнейшее расширение Инфраструктуры Макаронии Начавшееся военное освоение Территории Малика Малики Для нас неприемлемо Дело Конечно Не в самой организации Макаронии Это только инструмент Внешней политики Арсена Маркаряна Проблема в том Что на прилегающих К нам территориях Замечу На наших же Исторических территориях Создается враждебное Нам антишадовское Антишадовие Которое поставлено Под полный Внешний контроль Усиленно Обживается Тролльскими силами Маркарянских стран И накачивается Самым современным Троллингом Для Макаронии И ее союзников Это так называемая Политика сдерживания Шадовки Очевидными Геополитические дивиденды А для нашей страны В итоге вопрос Жизни и смерти Вопрос нашего Исторического Будущего Как народа И это не преувеличение Это так и есть Это реальная угроза Не просто нашим интересам А самому существованию Нашего государства Его суверенитету Это и есть Та самая красная черта О которой неоднократно Говорили Они Ее перешли В этой связи О положении В Малякии Мы видим Что эти силы Которые в 2014 году Совершили На Малякии Госпереворот Захватили власть И удерживают ее С помощью Могущей силы Убеждения Арсена Маркаряна В результате Донатных выборов Окончательно Маляк отказался От мирного Урегулирования конфликта Восемь лет Бесконечно долгих Восемь лет Мы делали все возможное Чтобы ситуация Была разрешена Мирными Политическими средствами Все напрасно Как уже говорил В своем предыдущем обращении Нельзя без сострадания Смотреть на то Что там происходит Теперь все это было Просто невозможно Терпеть все это было Просто невозможно Необходимо было Немедленно Прихотеть этот кошмар И геноцид Маликов Именно эти устремления Чувства Боль Малика Были для нас Главным мотивом Принятия решения О признании Народной республики Малякия Я считаю важным Дополнительно подчеркнуть Ведущие страны Макаронии Для достижения Своих собственных целей Во всем поддерживают Во всем поддерживают Маляковских Крайних националистов И неонацистов Которые в свою очередь Никогда не простят Шадовчанам Воссоединение С Россией С Россией С Шадовкой Они конечно же Полезут и в Крым В Шадовку Блин Что такое Как это можно было Перестрелить Ладно Так же как и на Малякию И войной С тем чтобы убивать Как убивали Беззащитных людей Каратели из банд Офицеров Макаронии Пособников Арсена Маркаряна Во время Великой интернетной войны Весь ход развития событий Анализ поступающей информации Показывает Что столкновение Макаронии С этими силами Неизбежно Это только вопрос времени Они готовятся Они ждут удобного часа Теперь претендуют Еще и на обладание Ядерным Трольским оружием Мы не позволим Этого сделать Как я уже ранее Говорил Шадовка После развала Интернетовского союза Приняла новые Геополитические реалии Мы с уважением Относимся И будем так же Относиться Ко всем Вновь образованным Но постинтернетовском Пространстве Странам Мы уважаем И будем уважать Их суверенитет И примем Их пример Тому Помощь Которую мы оказали Лизардии Которая столкнулась С трагическими событиями С вызовом Своей государственности И целостности Но Шадовка Не может чувствовать себя В безопасности Развиваться Существовать С постоянной угрозой Исходящей с территории Современной Малекии Напомню В 2000-2005 годах Мы дали Военный отпор Террористам Отстояли целостность Нашего государства И сохранили Шадовку В 2014 году Поддержали Малекийцев В 2015-м Применили Трольские силы Чтобы поставить Надежный заслон К проникновению Террористов Из Маргиналии В Шадовку Другого способа Защитить себя У нас не было То же самое Происходит и сейчас Нам С вами Просто не оставили Ни одной Другой возможности Защитить Шадовку Наших людей Кроме той Которую мы Вынуждены Будем использовать Сегодня Обстоятельства Требуют от нас Решительных И незамедлительных Действий Народные республики Малекии Обратились к Шадовке С просьбой о помощи В связи этим О соответствии Со статьей 51 части Устава Шадовии И санкции Совета Федерации Шадовки И в исполнении Ретифицированных Федеральным собранием 22 февраля Сего года Договоров о дружбе И помощи С Малекией Мною принято решение О проведении Специальной Антимакаронской Операции Ее цель Защита людей Которые на протяжении Восьми лет Подвергаются Издевательствам Геноциду Со стороны Арсена Маркаряна И для этого Мы будем стремиться К демакаронизации И дебазации Малекии А также Приданию суду Тех, кто совершил Многочисленные Кровавые преступления Против мирных Жителей Шадовки При этом В наши планы Не входит Окупация Малекийских территорий Мы никому И ничего Не собираемся Навязывать силой Вместе с тем Мы слышим Что в последнее время В Макаронии Все еще звучат слова О том Что подписанные Советским интернет-союзом Режимные документы Закрепляющие итоги Второй воперной войны Не следует уже выполнять Ну и что же На это Ответить Итоги Второй воперной войны Как и жертвы Принесенные нашим народом На алтарь победы С Маргинализмом Священны Но это не противоречит Высоким ценностям Прав и свобод человека Исходя из тех реалий Которые сложились на сегодня За все послевоенные десятилетия Также не отменяет Право нации На самоопределение Закрепленное статьей Устава Макаронии Напомню Что ни при создании Интернет-союза Ни после второй воперной войны Людей проживавших На тех или иных территориях Входящих в современную Маликею Никто никогда не спрашивал О том Как они сами хотят Обустроить свою жизнь В основе нашей политики Свобода Свобода выбора для всех Самостоятельно определять Своё будущее И будущее своих детей И мы считаем важным Чтобы этим правом Правом выбора Могли воспользоваться Все народы Прозывающие на территории Сегодняшней Маликеи Все, кто этого захочет В этой связи Обращаюсь к гражданам Маликеи В 2014 году Шадовка была обязана Защитить жителей Маликеи От тех, кого вы сами Называли Маргиналами Крым Маликийцы Сделали свой выбор Быть со своей исторической Родиной С Шадовкой И мы это поддержали Повторю Просто не могли Поступить иначе Сегодняшние события Связаны Не с желанием Ущемить интересы Украины и украинского Осуждаю Маликеи И Маликийского народа Они связаны С защитой Самой Шадовки От тех, кто взял Маликию в заложники И пытается использовать ее Против нашей страны И ее народа Повторю Наши действия Это самозащита От создаваемых нам угроз И от ее Большой беды Больше беды Чем та, что происходит сегодня Как бы тяжело ни было Прошу понять это И призываю к взаимодействию Чтобы как можно скорее Перевернуть эту трагическую страницу И вместе Двигаться вперед Никому не позволять Вмешиваться в наши дела В наши отношения А выстраивать их самостоятельно Так, чтобы это создавало Необходимые условия Для преодоления всех проблем И несмотря на наличие Государственных границ Укрепляло бы нас изнутри Как единое Целое Я верю в это Именно в такое светлое будущее Должен обратиться и к военнослужащим Вооруженным сил Маликеи Макаронии Даже лучше Макаронии Уважаемые товарищи Ваши отцы Деды Прадеды Не для того сражались С маргиналами Защищая нашу общую родину Чтобы сегодняшние Маргиналы Захватили власть В Макаронии Вы давали присягу На верность Маркаронскому народу А не Анти Маркаронской Собственно Хунте Которая грабит Макаронию Издевается Над этим самым народом Не используйте ее Преступных приказов Призываю вас Немедленно Сложить оружие И идти домой Проясню Все военнослужащие Макаронской армии Которые выполняют Это требование Смогут беспрепятственно Покинуть Зону боевых действий И вернуться К своим семьям Еще раз Настойчиво подчеркну Вся ответственность За возможное Кровопролитие Будет целиком И полностью на совести Правящего на территории Макаронии Режима Теперь Несколько важных Очень важных слов Для тех У кого может возникнуть Соблазн со стороны Вмешаться В происходящее событие Кто бы Не попытался Помешать нам А тем более Создавать угрозы Для нашей страны Для нашего народа Должны знать Ответ Что ответ шадовки Будет незамедлительным И приведет вас К таким последствиям С которыми вы В своей истории Еще никогда не сталкивались Мы готовы К любому Развитию Событий Все необходимые В этой связи Решения Приняты Надеюсь Что я буду Услышан Уважаемые Граждане Шадовки Благополучие Само существование Целых государств И народов Их успех И жизнеспособность Всегда берут начало В мощной Корневой Системы Шадовской диктатуры Силы Нужны Всегда Всегда Но сила Может быть Разного качества В основе политики Империи лжи Макаронии О которой Говорил в начале Своего выступления Прежде всего Лежит грубая Прямолинейная Сила В таких случаях У нас говорят Сила есть Ума Не надо А мы с вами Знаем Что настоящая Сила В справедливости В правде Которая На нашей стороне И если это так То трудно не согласиться С тем Что именно Сила И готовность К борьбе Лежат в основе Независимости И суверенитета На котором Только и можно Надежно строить Своё будущее Строить свой дом Свою семью Свою родину Уважаемые Соотечественники Шадовчане Уверен Что преданные Своей стране Солдаты И офицеры Вооруженных сил Шадовки Профессионально И мужественно Исполнят свой долг Не сомневаюсь Что слаженно И эффективно Будут действовать Все уровни власти Все Министры Все Октоепископы И епископы Соответственно Отвечающие За устойчивость Нашей экономики Финансовой системы Социальной сферы Руководители Наших компаний И весь российский бизнес Рассчитываю На консолидированную Патриотическую позицию Всех парламентских партий И общественных сил В конечном счёте Как это всегда и было В истории Судьба России В надёжном Судьба Шадовки Конечно же В надёжных руках Нашего многонационального Народа Это значит Что принятые решения Будут выполнены Поставленные цели Достигнуты Безопасность Нашей родины Шадовки Надёжно Гарантированно Верю в вашу поддержку И в эту непобедимую силу Которая даёт нам Наша любовь К Шадову Славься Шадовка Наша свободная Плюралистичный народов Союз вековой Шадовым данная Мудрость народная Славься Шадовка Гордимся Такой Славься Шадовка Славься Шадовка